Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, готовим совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского муниципального района. Сегодня мы поговорим про патриотизм, про патриотическое воспитание, тему, в общем-то, не новую, но тем не менее актуальную сегодня, в общем-то, как и всегда для нашей страны. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Николай Романович Якушев. Добрый вечер, Николай Романович. Николай Романович – председатель комиссии нашей общественной палаты, который занимается молодежной политикой, историко-патриотическим воспитанием и ветеранской работой. Кроме того, к нам сегодня приехал Ренат Ринатович Шафиков. Добрый вечер. Ренат Ринатович – сотрудник Одинцовского краеведческого музея, участник боевых действий, в общем-то, очень известный в районе человек. Думаю, даже в Серегале, если начну перечислять, до конца эфира здесь будем сидеть. Ну что же, патриотизм. В общем-то, что такое патриотизм, мы, кажется, знаем с детства. Однако, если честно, вопросы все-таки возникают. Постоянно мы слышим о том, что у нас происходит патриотическое воспитание молодежи. То и дело говорят, что Иван Иванович условно патриот. А все-таки, что по факту это означает? Вот что такое для современного русского человека патриотизм? Патриотизм. Ну, если брать древнее еще, от греческого слова родина, отчизна, подалю, любитель отчизны, отчизнолюб, отчизник. Вот. Ну, что у нас в современном патриотизм? Каждая страна несет свой патриотизм. В России он особенно актуален и очень сильный, патриотизм в России развит. Потому что мы прошли через большие горнила войны, и патриотизм у нас очень сильно развит. В, будем говорить, военном аспекте, то есть военно-патриотический альпинизм. Ну, и есть и другие виды, и гражданский, и государственный патриотизм. Мы несем эти виды патриотизма. Вот. То есть в нашей стране каждый может быть патриотом. Он является патриотом каждого человека. Ну, то есть получается, что, если даже этимологию брать, которую вы сейчас привели, получается, что патриот – это человек, который любит свою родину, правильно? А если, предположим, я, конечно, сейчас придерусь немножко к формулировке, но, тем не менее, я думаю, для понимания вопроса это важно. Если человек, допустим, иностранец, вот может ли гражданин Италии стать патриотом России? Россия – не его родина ведь. Ну, во-первых, даже если итальянский, будем так говорить, приехал в Россию итальянец, он уже несет ту ответственность, которую он оказывается в чужой стране. Он уважает законы, он любит нашу страну, то есть уже себе он уже любит нашу страну. То есть, по меньшей мере, она ему интересна в чем-то. Да, интересна в чем-то. Он уже несет какой-то патриотизм и любовь к нашей стране. Даже независимо, как и мы тоже, если я в Пакистане оказываюсь или в Афганистане, я уважаю законы, я уважаю и люблю эту страну, и люблю горы, то есть мне нравится общаться с населением и видеть их непатриотические настроения и быть таким же патриотом, как они в этой же стране, в Пакистане. Быть таким же патриотом, как они. В данном случае, получается, то есть вы говорите об уважении к стране. Уважении, да, но это и есть патриотизм. Это он и есть, получается, так. Да, это есть один из видов патриотизма. Уважение к стране, к законам, к нации, к национальностям, к религии. То есть, если ты не будешь это уважать, ты там не уживешься. Тебя просто или выгонят, или еще хуже что-нибудь сделают. В той или иной форме изгнания из общества, получается. Да, изгнания из общества, тебя просто... Ну, получается, смотрите, вот именно в России, так или иначе, как в стране, которая прошла действительно через безумное какое-то совершенно невероятное количество войн, военных конфликтов, бед, и которые проходят, в общем-то, через них до сих пор, постоянно вопросы патриотизма связывали с вопросами готовности к защите своего государства. То есть, к военному аспекту связывали, привязывали так или иначе, это понятие. Но может ли патриотизм иметь какие-то иные формы проявления? И обязательно ли человек с оружием, с нашивкой, там, вооруженной силой Российской Федерации, с шевроном является патриотом? Ну, в принципе, это одна из самых основных форм патриотизма. К защите своего государства, в защите своей Родины и любовь к своей Родине. Защитить свою полностью, свою отчизну от врагов. Это один из самых главных наших проявлений. Такой военно-патриотический патриотизм. Военно-патриотизм. 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 Да, военно-патриотизм. Но с оружием в руках, конечно, далеко не уйдешь. Патриотизм. Где-то все равно нужно останавливаться и делать, то есть, приходить к другим ценностям этого патриотизма. Это, например, в культуре человека. Это и гражданская, гражданственность, то есть, это гражданский патриотизм. Это и патриотизм на уровне государства. То есть, он присутствует должен во всех сферах. Не только в армейской структуре. Держа в руках автомат, защищая свою Родину. Любой по профессии человек, землепашец или пекарь, или столер, он патриот. Он забил гвоздь, он патриот. Он сделал хлеб. Если он забил с определенными мотивациями и так далее. Я думаю, меня Николай Романович поправит. То есть, получается, что патриотизм, это, в общем-то, в конечном счете созидательная сила. То есть, да, ты должен быть готов, если ты патриот, к определенной жертвенности при защите того, что уже было построено поколениями, истории твоих предков и так далее. Но при этом, при всем, когда войны, допустим, нет, ты откладываешь автомат, вешаешь шинель на стену и начинаешь что-то строить. Я правильно понимаю? Правильно. Вот мы затронули тему. Действительно, первый этап – это военно-патриотическое воспитание и работа. Это действительно связано с людьми, которые держат в руках оружие, которые защищают Родину. Но есть люди, не отличившиеся здоровьем. Ну, так вот получилось, что они как-то ограничены. Но, тем не менее, среди них много, даже, может быть, больше, чем у здоровых людей чувство патриотизма. То есть, вот этой любви к своей Родине, к своим близким. Возьмите наших паралимпийцев. Это же действительно патриоты, можно сказать. Как их старались не допустить на паралимпийские игры, тем не менее, они готовились, они показали лучшие результаты, чем на официальных паралимпийских играх. Вот в чем заключается сила духа, сила воли. И, естественно, вот любовь к тому делу, которым ты занимаешься. И правильно Ренат Ренатович сказал, что это может быть и в искусстве, это может быть в другом определенном, значит, другом направлении. Но здесь, наверное, прежде всего это любовь, вера и надежда на то, что твой труд, твоя работа будет на благо Отечества. То есть, на благо страны, где мы проживаем. А вот, в принципе, Отечество, то есть, понятно, это земля, это, вот давайте отбросим государственные какие-то моменты, я имею в виду исключительно формальные, то есть, там, бюрократия и так далее. Оставим вопросы государственности в том виде, в котором они изначально задумались, да. Что такое вот сегодня Отечество, вот современное сегодняшнее понятие. Это земля, история, культура или это просто человек, который рядом с тобой находится или все вместе? Ну, человек здесь, наверное, присутствует как временная такая, значит, структура. Но вообще это, конечно, это та земля, это те традиции, это то, что мы впитывали с детства. То есть, вот это вот, я так понимаю, что это и есть Отечество, есть малая родина. Допустим, человек родился где-то в маленькой деревушке, там осталось три дома, но все равно его наверняка тянется. С годами тянет туда посмотреть на этот, может быть, уже вишалый домик, вспомнит детство и как развивалась, вообще вот начиналась его сознательная жизнь. Вот в этом, наверное, и кроется, как нас воспитали в школе, как нас воспитали родители, на что у нас способности передать и будущим поколениям. Вот в этом, наверное, самое важное, чтобы доносить до младшего поколения именно те славные истории нашей страны, ту любовь к родине. Вот в этом, наверное, кроется. У каждого свой путь, каждый понимает по-своему. И мне думается, что не каждый скажет, я не патриот, я не хочу, значит, вообще, что это такое патриотизм, не хочу в строю входить, как раньше мы пионеры и так дальше. Но коллективизм, он, по-моему, всегда был правильным. Там подставляли плечо друг другу, там помогали друг другу. Вот в этом, наверное, в общем, вот таком понятии, что нас много, и мы не одни занимаемся вот этим добрым делом. Мы даже порой иногда можем не замечать, что мы сделали доброе дело. Но этого и не надо замечать, потому что надо делать и делать. Вот вы мне сейчас напомнили нетленный труд Льва Николаевича Толстого, в общем-то, «Война и мир», которая в свое время вызвала фурор тем, что Лев Николаевич, как известно, довольно плохо относился вообще к понятию патриотизма. Как раз мы до эфира с вами об этом говорили, Леонид Иванович. И при этом, при всем, он же ведь совершенно иначе взглянул на Отечественную войну 1812 года, 1812 года. Если до него было принято говорить, да, в общем-то, и после него в некоторых кругах тоже, что весь народ поднялся в едином порыве, и, знаете, ну, такое несколько примитивное такое описание ситуации. Все поднялись в едином порыве и пошли, значит, грудью на амбразуру, условно говоря. А ведь Толстой представил ситуацию гораздо, гораздо более суровую и как-то беспощадно реалистично, да, там же было гораздо больше людей, кажется, которые, в конечном счете, занимались спасениями себя и своих близких. Но при всем при этом, вот как-то у того же Толстого получается, что многообразие вот этих вот каких-то простых, житейских, человеческих их поступков и создало вот эту огромную массу какой-то народной воли, которая Наполеона победила, а так все-таки люди, которые, например, бежали от войны, бежали от горячей там Москвы и так далее, но при этом при всем по дороге как-то умудрялись помогать близким своим. Были ли они патриотами? Ну, я думаю, что да. Здесь тоже закладывается это в их способностях и возможностях. И вот они действительно от войны бежали, как вы сказали, да, это не их. Это, в принципе, дело настоящих воинов, которые нацелены на это, на войну. Им, значит, тем людям не дано воевать, но они помогали, как могли помогали. Как и в годы Великой Отечественной войны тоже тыл работал на фронт. Не каждый мог взять оружие и идти стрелять, а они приносили пользу здесь, на месте. Вот у нас же под Москвой, мы как раз в 70-летие сейчас отмечаем битву под Москвой, многие мальчишки, девчонки в детском возрасте колотили ящики для снарядов, рыли окопы и так дальше. Везде дети помогали, но им не суждено было взять в руки оружие, потому что они были малолетними. И вот таким образом они тоже помогали нашей победе, которая состоялась, нашей великой победе. Они тоже своего рода патриоты, участники этой победы. Если можно, вот все-таки затруднить вопрос патриотического воспитания. Ренат Рянович, думаю, это к вам вопрос, я адресую. Можно ли все-таки патриотизм действительно воспитать в человеке? Или это отражение нашего жизненного опыта? Человек вот живет в обществе, живет в нашей России, смотрит по сторонам и приобретает некоторый опыт, создает свое впечатление того, что ему нравится, что нет, и становится, соответственно, патриотом или нет. Или действительно патриотизм можно и, может быть, даже нужно воспитывать? Ну, патриотизм в нас воспитывают с детства, впитывают, мы впитываем этот патриотизм. Мы порой сами не понимаем, что это патриотизм, не патриотизм, но мы впитываем все в детство, как губка всех наших героев. Пусть это сказки будут о русских богатырях, пусть это будет Великая Честная война, о ветеранах Великой Честной войны. Тогда мы очень сильно и сейчас ценим ветеранов наших Великой Честной войны. Тогда и Гражданская война была, и целинники, целинные земли. Нас всегда воспитывали это чувство. Даже мы становились в эти рамки, патриотические рамки, которые нам преподавали. Учителя наши первые были, патриоты, которые нам закладывали эти чувства. Некоторые видения мира, пожилые. Да, мы впервые познаем мир через них, через учителей. Мы познаем природу своего края родного, это тоже патриотизм. Любой предмет обучения, это есть одна из форм патриотизма. Пусть это природоведение, или военная история СССР, или история российского государства. Это все патриотизм учителя дают. Мы с детства начинаем впитывать себя сами, не понимая того, мы уже сами как-то подходим. Это получается как раз-таки тот самый на жизненный опыт идет. А если вот о стороннем именно вмешательстве в развитие человека, о воспитании говорить, то возможно ли воспитание патриотов? Есть, конечно, если вакуум, есть, конечно, детей. Есть еще другая форма воспитания патриотизма, это дворовая. То есть это уже после школы, когда дети возвращаются домой, и двор начинает их воспитывать. Вот тут уже вопрос ставится, кто и как, какие взрослые, и как они предподнесут детям вот это, как сказать, воспитание. Во дворах дети как губка впитывают, не то, что в школе, а как и во дворах. Они могут и всему научиться, и курить, и пить, и мало, сейчас это далеко делается во дворах. И вот тут правильное направление, конечно, если взрослые, и есть секции, и есть другие виды современные, такие общественные клубы, там, например, патриотические клубы есть, есть секции, кружки рисования, кружки. Хорошую роль играет отцеф наш, Одинцовский эстетический центр, где дети приходят после школы и занимаются там. То есть как-то нужно ребенка и перехватывать во дворе, и иначе с ним мы можем... Школа одна тоже не сможет ничего сделать. Дети больше впитывают после школы, чем, например, в школе, там, когда начинается... Потому что я сам воспитывался в детских домах, то есть школа школой, а двор двором. То есть двор тоже играет роль в воспитании ребенка. Или ты будешь дрочуном, или ты будешь там курить или пить там, или еще что-то. Тут, конечно, надо уже на этом этапе детей перехватывать. Иначе он в школу принесет свою чушь. С кем по-другому, с кем-то, с этого не берешься. Они в школе будут других обучать, то, что они нахватались. Тут должна быть взаимная такая схватывающая. Я вас понял. Ну что же, довольно часто нам действительно... Вы много раз сегодня, Ирина Тренач и Николай Романович говорили об этом. Довольно часто в пример ставятся какие-то большие, действительно большие, очень значимые и, к сожалению, в истории России частенько кровавые события. Одним из таких событий стала, в общем-то, оборона Москвы, битва под Москвой. В этом году мы празднуем ее 75-летие. Ну, как празднуем, да, праздник со слезами на грамотных глазах, что называется. И, в общем-то, мы подготовили информационный материал по этому поводу, поговорили с людьми, которые при этом участвовали непосредственно в обороне Москвы, которые были участниками самого первого парада победы на Красной площади. Я предлагаю сейчас вам данный материал посмотреть, вам, а также нашим телезрителям. В истории России выделяют два военных парада, имевших огромное значение для всей страны. Это парад 7 ноября 1941 года, с которого марширующие колонны уходили на фронт, и парад победы 24 июня 45-го. Между этими датами четыре года кровопролития, по своему размаху и жестокости поражающего до сих пор. Убитыми в боях и замученными в концентрационных лагерях, умершими от голода и жажды, наша страна потеряла почти 27 миллионов человек. Это в 84 раза больше, чем население всего Одинцовского района. И все же советский народ победил. Одним из главных символов этого великого достижения стал первый в истории нашей страны парад победы на Красной площади. Гордость за то, что попасть в состав расчета, парадного расчета, конечно, была неимоверной. Гордость и за армию, и за свой Белорусский фронт, которым командовал нас маршал Рокоссовский, и за разведроту, в которой я служил. Константин Федотов был там, на брусчатке Красной площади в 41-м. Житель Одинцовского района, ветеран Великой Отечественной войны, боевой разведчик, полковник в отставке. Он родился в Горьковской области. Война застала его еще на школьной скамье. События на фронте развивались стремительно. Тогда еще совсем молодой парень не успел даже закончить курсы солдатского мастерства. После пяти месяцев в учебке его отправили на Второй Белорусский фронт. Впереди Федотова ждала карьера в армейской разведке. Сегодня фронтовик вспоминает, как тогда, после четырех страшных лет, красноармейцы бросали к мавзолею знамены и штандарты поверженных немецких войск. Конечно, было эффектно, если бы, допустим, какая-то часть нашей подразделения не только разобьет врага, а еще и знамя их заберет, поленит. И таких случаев очень много было. Ведь команда выдана была только на два фронта. Первый украинский и первый белорусский привезти. И их привезли очень много. В параде уча только отобрали 200 знамен. А их фактически привезли больше. За прошедшие годы многое изменилось. И парады победы стали мерилом силы и мощи русского оружия. Тогда в 41-м с Красной площади в бой отправлялись на бронетехники, которая едва защищала бойцов. Теперь по Москве в парадном строю проходят новейшие танки нового поколения. Т-14 «Армата», бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец-25» и Т-15. Машины, приковавшие к себе внимание военных со всего мира, вскоре составят костяк вооруженных сил России. Это же такое... Никогда такого не было, парада. Так показали. То есть наши противники, наверное, могут убедиться. Самолеты наши, так сказать. А танки какие, бронемашины. Участник парада победы 45-го года Константин Федотов – это человек, которому поколения потомков обязаны своей жизнью. В марте он отметил солидный юбилей – 90 лет. Для него боевого разведчика – это долгая и насыщенная жизнь на благо своей страны и своего народа. В прошлом – война, общественная работа и многое другое. Впереди – огромные планы. Хочу сказать, что служить нашей Матушке Родине нужно верой и правдой. Быть преданным священному долгу, который предстоит выполнять. Ну что же, вот такие события у нас в районе проходят. Константина Федотова мы вспомнили. Я так понимаю, как раз-таки подобные мероприятия организуются в том числе и с участием Общественной палаты Одинцовского района, комиссии непосредственно вашей, которая в том числе и ветеранской работой занимается. Николай Романович, если можно, вот немножечко поподробнее по акциям вашим. У вас их, я думаю, немало набралось, но многие из них традиционные. Это вот и 1 сентября, то, что проходит. Поподробнее немножечко расскажите. Я бы хотел сказать пару слов про Константина Сергеевича. Действительно, этот человек заслуженный военный разведчик. И Общественная палата, и наша комиссия, конечно, большую работу провела к его юбилею, 90-летию. Мы хотели показать на примере Константина Сергеевича, вот как надо относиться к фронтовикам. Там его поздравляли, видели и мэр, значит, Гусев и глава района, и многие-многие. И вот еще там упоминалось, вот он сказал, Константина Сергеевич, что захватывали языков, но это не самое главное, а самое главное флаг, знамя захватил. Вот тогда это было уже все. Когда нет знамени, усоединения, значит, нет соединения. И вот наш земляк, тоже фронтовик, генерал-майор Козыдуб Григорий Иосифович, такой подвиг совершил в годы Великой Отечественной войны. Он спас флаг, получил тяжелое ранение, и только на операционном столе, когда начали разрезать его модирование, увидели флаг полка, который он спас. Вот этот подвиг тоже ложится на алтарь истории, потому что действительно, вот флаг или сберечь, или захватить, это была большая победа. И сейчас мы представили Григория Иосифовича на знак губернатора Сергея Радонежа, преподобного Сергея Радонежа. Надеемся, что 4 ноября будет награждение, и Григорий Иосифович получит этот знак за услуги перед Московской областью. А я так понимаю, о чем мы с вами разговаривали, о том, о чем вы тоже вспоминали с Малой Родиной, ведь что такое знамя полка? Знамя полка — это фактически местный, локальный аналог символов государственных. Да, символ государственных. Герба, флага и так далее. Соединение, в котором он принадлежит. Другими словами, спасая это... Герба к своему флагу. Да, и спасая это знамя, он, в общем-то, спасал непонятно, не тряпится некоторого, он спасал честь своих товарищей, с которыми он рядом воевал. И вот переходя на тему, вот уже 10-й год мы проводим урок мужества в Гранизонном доме офицеров. Ну так, значит, сложилось, что 2-й лицей 10 лет назад предложил нам вот такую акцию. Пять пятых классов выходят из школы, это 1 сентября, выходят из школы и идут по мемориальным доскам, по памятным местам. Ну, после линейка, так понимаю, сразу, да? После линейка и идут каждый класс своим путем. И встречаются в определенное время у памятника Жукова, у Дом офицеров возлагают цветы и заходят в Дом офицеров. И в фойе у нас расположены рабочие места, где их ждут. Участники Великой Отечественной войны, в том числе, вот, Константин Сергеевич, Григорий Лёвич участвовал в таких встречах, фронтовики, ветераны войны. Также другой стол, рабочий стол, это узники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, блокадники Ленинграда, которые перенесли, и, значит, ветераны боевых действий. Вот Ренат Ренатович, там ребята Чеченской войны. И таким образом каждый класс в этот день получает информацию о тех событиях, от первых лиц, кто там, кто участвует. Это очень важно. Естественно, там стенды выставляются. И вот таким образом это проводит, значит, организует все со стороны школы Кондратьева, Надежда Львовна. Ну и здесь вот мы, ветераны, их ждем. Я думаю, что вот по истечении этого времени эта форма себя оправдала. То есть именно вот так вот с живыми участниками событий ребята встречаются. А вы ведь с ними, я так понимаю, общаетесь и в течение года. Ну, то есть я не про конкретную школу, я вообще про школьников нашего района. Да, ну это действительно. Мы даже и в детские сады ходим. Даже так, такая форма есть, что уже с детского сада, значит, мы пытаемся рассказывать ребятам о тех событиях, которые сами пережили. А вот со вторым лицем мы постоянно на Баковском кладбище, на Братской могиле, куда свозили первых погибших участников обороны Москвы на поездах, на санитарных поездах и захорамили прямо рядом железной дорогой. Вот там еще восьмая школа подключается. Мы убираемся, проводим митинги. И таким образом отдаем дань памяти первым погибшим, кто защищал Москву. И также много лет было на Баковском кладбище заброшена могилка 17 ополченцев. Сейчас она приведена в идеальный порядок. Мэр города Одинцова Гусев Александр Бертович со своей администрацией поставили отличный памятник. Вот туда мы тоже приходим в памятные дни. Это 22 июня и накануне праздника Дня Победы. Вот таким образом, конечно же, со школьниками у нас постоянная связь. Я бы, пользуясь случаем, сказать большое спасибо всем школам, где мы не были, за военно-патриотическое воспитание. Потому что действительно в нашем районе очень хорошие наработки, многолетние наработки. И таким образом, я думаю, что мы будем и дальше продолжать наше поколение, и кто будет за нами, со школами, вести такую работу. Ну что же, Николай Романович, Ренат Ренатович, огромное вам спасибо, что сегодня приходили. Жаль, на самом деле, что времени мало. Я думаю, тема-то безграничная, просто бездонная. По ней можно говорить и говорить. Но что успели, то успели. Я еще хочу добавить, что у нас существует мощный центр патриотического воспитания, такие как волейбольный центр «Искра», «Котоцемечта» и «ОЦФ», и в том числе наш историко-краеведческий музей, где мы ведем большую патриотическую работу, начиная с гражданственности, историй патриотизма. И туда включаются все виды патриотизма. — В общем-то, то, что вы сказали, это сплав, получается, и здоровья, и знаний в истории культуры, и военное дело в том числе. — Это все сферы, которые задевают патриотизм. Все сферы — это и культура, и история, и это краеведение. Краеведческая часть тоже является патриотической частью. — А еще что-то у нас, к сожалению, по времени уже. — В этот день хочется поздравить всех, учреждать здесь профессиональным праздником. — Давайте, давайте. — Всего вам самого доброго и спасибо за вашу работу. — И вам огромное спасибо, что вы к нам сегодня приезжали. Будем в следующий раз, я надеюсь, уже как-то пытаться уж вы ведь и времени побольше, да и темы как-то более такие уже углубленные, конкретные. Спасибо, что приезжали. — Спасибо вам. — Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о патриотизме в России, о патриотическом воспитании. Если у вас остались какие-то вопросы, предложения, звоните нам в течение недели. Наш телефон 508-86-84. Кроме того, вы можете напрямую обратиться в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи или написав им электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok